История успеха Илона Маска – это одна из классических историй про не такого, как все гения, который покорил мир своими изобретениями. С помощью своей медиа Маск стал единственным миллиардером, которого любят абсолютное большинство людей. Ведь кто еще имеет огромное количество камео в фильмах и ТВ-передачах? Кто еще снимался в Рик и Морте, курил джойнт на подкасте Рогана, делал публичные срачи в интернете и постил мемы со своего официального аккаунта в Твиттере? Пожалуй, так Илон Маск и стал любим публикой. Его история успеха вдохновляет молодых изобретателей и бизнесменов. Маска часто сравнивают со Стивом Джобсом и даже с Железным Человеком из Марвела. Ведь то, чего он добился, выходит за грани разумного. Бедный парень из Южной Африки перебрался в Силиконовую долину, чтобы изобретать и создавать футуристические технологии, полезные для всего мира. Запустил линейку электрокаров и космических кораблей и, в конце концов, заработал кучу денег на своих проектах. История настолько невозможная и чарующая, что начинаешь невольно сомневаться в ее реальности. И правильно, потому что это красивая ложь. Его история успеха, его бедность, его гений и его изобретение – это все пластиковая обертка, прячущая за собой настоящую, пустую историю Илона Маска, о которой в обществе принято молчать. Родившийся в Притории в Южной Африке, Илон Маск ходил в приватную школу для богатых. Семья Илона была очень состоятельна уже на тот момент, ведь его отец владел и до сих пор владеет половиной зомбийского изумрудного рудника. Денег в семье всегда было настолько много, что, как писал сам Илон, чтобы положить все наличные в сейф, необходимы были два человека. Один утаптывает, а второй закрывает. Но, несмотря на огромное семейное состояние и влияние отца, ребенок, с детства интересовавшийся науками, стал изгоем для общества. В школе Илон подвергался травле, дома его травил отец. И, пожалуй, именно это повлияло на будущее Илона и его характер. В 1990 году, сделав канадскую визу, Илон переехал в Северную Америку и поступил в университет в Кингстоне. А еще через два года перешел в университет Пенсильвании. В конце 90-х компании не знали, что присутствие в интернете – это важная составляющая любого бизнеса. И Илон увидел в этом возможность. Во время учебы Илон вместе со своим братом основал компанию Global Link Information Network – интернет-сервис, предоставляющий рекламу бизнеса в интернете, откуда бедный студент взял деньги на свой стартап – у своего отца. Но, к сожалению, название Global Link Information Network ужасно, и, очевидно, стартап не пошел в гору. А потому пришлось сделать ребрендинг, назвав сервис Zip2. Zip2 предлагал различным бизнесам, медиа и новостям доступный для поиска веб-каталог, с помощью которого можно было находить своих клиентов. В тот момент Илон активно ходил по Силиконовой долине в поисках инвесторов или тех, кто может купить сервис. Маск потратил на поиски 4 года, но они были оправданы. Покупатель нашелся. В 1999 году компакт-компьютер приобрела Zip2 за 307 миллионов долларов. Тогда-то и начались первые истории успеха Илона Маска. Каждому уважающему себя предпринимателю, который хочет сделать себе имя, нужна красивая история о Силиконовой долине. Теперь такая зарождалась и у Илона. Рассказы о том, как у него на протяжении этого времени были проблемы с деньгами, как он спал на матрасе, про его кредитную яму, про то, как он не мог найти инвесторов. Все эти истории начались в конце 90-х. Продав Zip2 и получив деньги с инвестиций, Илон заработал 33 миллиона долларов. Теперь, когда Маск стал миллионером, у него появились деньги, с которыми надо было что-то делать. Как отметил сам Илон, он мог бы купить остров на Багамах, но не сделал этого, ведь, наверное, он еще не заработал все деньги мира. Тогда, вместе со своими деловыми партнерами, Илон основал проект X.com. Это первый онлайн-банк, который делал онлайн-переводы не с помощью кредитных счетов или номеров, а с помощью почты. Проект не имел особого успеха до тех пор, пока Маск не решился на очень интересный пиар-ход. Он привлек аудиторию с помощью реферальных ссылок, обещая каждому юзеру по 10 долларов. Как только проект вырос, пришли большие инвесторы. И спустя время им захотелось убрать Илона с кресла Сио, ведь у Маска совершенно отсутствует опыт работы и навыки менеджмента. Он просто не может быть лидером. И его сместили, но позже X.com соединился с конфидити и стал частью PayPal. Маск вернулся вновь, став Сио во второй раз. Во время менеджмента Маск, PayPal имел огромные убытки. И, чтобы инвесторы не уходили, Илон придумал ужасную стратегию по увеличению прибыли. Компания морозила маленькие аккаунты с небольшими суммами и после блокировала их навсегда. Все это происходило под предлогом подозрительной активности. Так как легально PayPal не является банком, а их соглашение о пользовании имело пункт о моментальной блокировке, люди с маленькими бюджетами лишались своих средств. PayPal воровал деньги у пользователей, потому что знал, что те, у кого лежат маленькие суммы, скорее всего не пойдут совершать легальные действия против компании. Ведь у них просто не хватит денег на легальную борьбу. Это случилось и со мной. Когда я спросил службу поддержки, как предотвратить заморозку средств вновь, они порекомендовали мне, чтобы я не использовал их сервис, ведь они не могут ничего гарантировать. Узнав о скамах Илона, его вновь решили убрать с поста генерального директора. Но в этот раз это было неважно, ведь Илон сделал 165 миллионов долларов со сделки покупки PayPal и eBay. Конечно, он обещал честно разделить деньги между своими работниками и командой, чтобы показать им, как он их ценит. Но Маск никогда в итоге этого и не сделал. Его обещания оставались пустыми. Как и сам Илон. Вау, я не могу верить, что он здесь. Это довольно милый, чувак. Только три года назад я шоуру на Y и спрошу на офисном поле. И сейчас, конечно же, у меня миллионная машина и несколько животных. Это только момент в моей жизни. В 2000 году Маск купил себе новый суперкар за миллион долларов и женился на Джастин Уилсон в первый раз в своей жизни. Его жена часто отмечала, что сразу после того, как они поженились, детские травмы Илона начали давать о себе знать. Он показал свое истинное лицо. Манипулятивное и бесчувственное лицо агрессивного социопата. Дома Илон только и делал, что думал о работе. На просьбу жены отвлечься и уделить ей время начинались споры, сквозь которые Маск показывал, какой он альфа и как все должно быть под его строжайшим контролем. Тогда Джастин ответил ему, что он не может ей командовать, ведь она не его работник. На что Илон ответил, что если бы она работала на него, он бы ее давно уволил. Именно таким Илон Маск вошел во второе тысячелетие. Богатым, властным и женатым. Не имеющий более никакого бизнеса, но зато имеющий 165 миллионов долларов в кармане, Илон начал думать, что ему делать дальше. В Твиттере Маск продолжал делать себе свою историю успеха. Представляться тем, кем он не является. То есть гением, разработчиком и филантропом. И вот именно в тот момент до него дошла одна простая, но зато действительно гениальная идея. Использовать себя и свое имя для рекламы своих продуктов. В любом случае, именно с этой идеей пришел и 2004 год. Год, когда Маск заинтересовался одним маленьким стартапом, который делает электрокары. И именно в момент, когда Илон присоединился к проекту, тогда его настоящее лицо перестало скрываться за Маской доброты. На интервью о том, откуда появилась Тесла и как Илон Маск до нее дошел, он опять же рассказывает свою интересную историю успеха. А на самом деле он скрывает правду о том, как он отжал проект у настоящих руководителей. Но Мартин Эберхард и Марк Тарпенинг, создавая свою компанию, держали в голове всего одну идею. Сделать транспортное средство, которое не будет так сильно влиять на экологию планеты. Тогда они связались с Маском, о котором они были наслышаны, как о хорошем человеке, который вкладывается во все хорошее против всего плохого. Маск инвестировал в Тесла 6 миллионов долларов и стал председателем компании. И, пожалуй, именно это и была тотальная ошибка. Ведь после запуска первого электрокара, на тест-драйве которого участвовал Арнольд Шварценеггер, Тесла привлекла к себе огромное внимание. И к своему Сио, которым на тот момент был Мартин Эберхард. Увидев свое имя, упомянутым в проекте только в качестве раннего инвестора, Илон пришел в бешенство. Он был готов мстить. Маск собрал команду адвокатов и написал письмо работникам Теслы. То, как моя роль изображается в проекте, когда меня называют просто первоначальным инвестором, это просто возмутительно. Через пару дней в офис Тесла пришло второе письмо с угрозой, в котором Маск писал, что если такое когда-либо повторится, его отношения с Тесла сейчас же прекратятся. А сделал все это Илон, потому что слава досталась не ему, человеку, который инвестировал в проект больше всех, а инженеру, который сидел в кресле Сио. После публикации данных сообщений, Мартин и Эберхарда начали пытаться убрать с кресла Сио. Ведь если Илон Маск не получил бы тот контроль, который он хотел, рыночная стоимость Тесла с выходом Маска из компании упала бы, что означало крах компании, которая только что начала расти экспоненциально. Через два дня давления на инвесторов, два дня обсуждений Эберхарда убирают из кресла. Как позже он сам заявил, ему даже не объяснили причины. Мартин даже не успел ни с кем поговорить и что-то выяснить по поводу своего увольнения. После дебютной вечеринки Маск отправил еще одно сообщение, но на этот раз Марку Тарпунингу. И в нем говорилось, что если тот хочет остаться работать над Тесла, он обязан сделать все, чтобы ими Маска приобретала еще больше славы. Ясно было одно. Все пошли на уступки перед социопатом. Теперь он стал генеральным директором и все было под его строжайшим контролем и наблюдением. И у Маска был свой план. Он стремился сделать Тесла самой крупной по рыночной стоимости компанию по производству автомобилей. И это тоже странно. Ведь как компания, производившая на тот момент тысячу машин в год, собиралась стать самой большой? Как она собиралась обогнать гигантов, которые производили в десятки раз больше машин, чем Тесла? Самое легкое, что может сделать предприниматель, это нанять талантливых инженеров, чтобы сделать крутой суперкар. В этом нет никакого вопроса. Вопрос есть лишь в том, как сделать сотни тысяч таких, как их продать, как распределить их производство, чтобы не было убытков, как сделать на таких машинах профит в конце-то концов. Вот в чем вопрос. И тут у Маска уже была проработанная схема, которую он использовал, чтобы сделать деньги на XCOM. Он использовал себя в качестве пиар-стратегии. Маск везде пропихивал свои истории о том, как работал по 20 часов в день, как он был бедным, как он спал на матрасе, сколько раз он ходил в поисках инвесторов по Силиконовой долине. И как только его история стала правдой во всех больших медиа, тогда люди и начали интересоваться Тесла. Ведь покупаясь на фальшивые истории Илона Маска, люди покупаются и на продукт. Ты думаешь, что купив Тесла, ты дашь свой вклад в будущее этого мира? Ты будешь чувствовать себя особенным, не таким, как все. И именно так Маска продает свои машины и акции. Помимо этого, Тесла имеет многомиллиардные долги перед разными компаниями, но все равно находится на плаву. Но почему? Потому что по какой-то непонятной причине Илон Маск получает миллиарды долларов с государственных субсидий. Обычному человеку государство никогда не даст деньги. Но это же Илон Маск, гений современного мира, железный человек и второй Стив Джобс из Силиконовой долины. Илон кормит своих инвесторов и государств завтраками, обманывая их проектами, которые он не воплощает в жизнь. И именно так он и получает деньги. Он делает все, чтобы обогащаться и делает это успешно. Маск создал публичный портрет, на который молятся как на икону. Он продает свои товары своим лицом. Он делает все, чтобы все деньги мира принадлежали только ему. Так, шапочка из вольги, чак. Кхм-кхм-кхм. Создавая странные технологии вживления чипов в обезьян, он показывает, что может манипулировать сознанием животных. И когда с помощью пролоббированных законов чип будет официальным, люди, не понимающие планов и задумок Илона Маска на будущее, с радостью захотят вживить его и себе. Ведь его создал сам Илон Маск. Гений современности, социопат и лжец, гнилая душа которого требует к себе внимания и полного подчинения. Очередной не такой, как все миллиардеры, вешает молодым людям лапшу на уши. Через свои социальные сети, через свои выходки на подкастах, через свои камео, сериалах и шоу, Илон Маск заставил всех верить в свой выдуманный мир, в котором он является не просто обычным предпринимателем, а гением, изобретателем и вторым Стивом Джобсом. И получив такое влияние, он может делать все, что захочет, ведь теперь его никто не сможет остановить. Он может делать совершенно несправедливые условия труда, он может принуждать детей добывать кобальцы на их жизни, он может увольнять и он может спекулировать деньгами. История Илона Маска – это классическая история из Силиконовой долины. Правда, в ней ровно столько же, сколько и в современных медиа. Но это еще не конец. 30 сентября 2021 года в издании Fortune выходит заголовок о Тесла и о детском труде в Африке. Кобальт – металл, который используется в батареях по всему миру. Большая часть кобальта добывается в Республике Конго. Тесла в компании с Гуглом и Апплом обвиняются в использовании детского труда при добыче металла. И это тоже сходит Маску с рук, потому что его публичная персона поддерживается большинством. И, соответственно, все закрывают глаза. Илон Маск замешан в криптоспекулянстве. Ведь, используя свое лицо в Твиттере, Маск провоцирует падение или поднятие определенных криптомонет. И чтобы не было нисколько сомнений, что это намеренные спекуляции по обогащению, давайте рассмотрим ситуацию с тем же Доджкоином. Вот тут неизвестный криптоинвестор закупает огромное количество монет на миллионы долларов. Он их халдит. А через год Илон Маск начинает пиар-компанию Доджкоина. Его фанаты закупают монеты, цена растет и все довольны. Все боготворят Илона Маска за такой денежный подгон. А потом внезапно цена падает. И оказывается, что какой-то еще один неизвестный криптоинвестор снова вводит деньги. Очень странное совпадение. А потом оказывается, что Илон Маск стал чуть богаче. Интересно, почему? Выходят новости о том, что Тесла принимает биткоины в качестве оплаты. Тут же цена растет, все вновь закупаются. А потом цена падает. Маск спекулирует криптовалютами и скамит фанатов на деньги. И ему это сходит с рук, потому что криптовалюта не контролируется государствами. И, соответственно, за такие спекуляции его невозможно привлечь к ответственности. Как, допустим, с обычными инвестициями или акциями. Продолжение следует... Проекты, которые ради мемов в интернете делают Тесла в лице Илона Маска, тоже не имеют никакой общественной пользы. Для примера можно посмотреть на его подземные туннели в Вегасе, которые помогут справиться с общественными пробками и заторами на дороге. На краудфандинге было сказано, что по туннелям будет передвигаться много машин на огромных скоростях. Это будет выгоднее и экологичнее, чем передвижение на обычных дорогах для обычных машин. Каким образом большее количество дорог уменьшит количество пробок, Илон Маск объяснять не стал. Потому что если есть пробки, тогда нам точно необходимо делать больше дорог. Всего пара полос и пробки наверняка рассосутся. И как это будет выгоднее, при том, что покрышки машин на огромных скоростях стираются в два раза быстрее, это Маск тоже не сообщил. Зато получил субсидии от штата Невада. Многие западные ютуберы неоднократно говорили о том, как с легкостью и одним движением руки починить неработающие туннели Илона Маска. Предположим, что чтобы сократить расходы на покрышки, мы можем сделать колеса машин из другого материала, который будет долго и исправно работать. Допустим, из стали. А в случае того, что программа Тесла даст сбой, и чтобы предотвратить аварию или затор, мы поставим ее на железную палку, чтобы футуристичная машина двигалась по одному направлению без шансов резаться. Хотя, наверное, будет лучше поставить на две железные палки. Ну, чтобы наверняка. Железные футуристичные колеса машины будут стоять как раз-таки на этих железных палках и двигаться по определенному направлению. Так у нас остается другая проблема. Одна машина вмещает в себя максимум четыре человека, что не быстро и не выгодно. Потому можно поставить две футуристичные машины Тесла, расширить их вместимость и соединить их каким-то футуристичным креплением. Так у нас вместо одной футуристичной машины, которая двигается с футуристичной скоростью, но перевозит мало людей, получится две машины, объединенные в огромную мега-футуристичную кибермашину. А чтобы люди не ждали, пока их электрокары на лифте поднимутся из туннелей, предлагается оставить их там навсегда. А чтобы это было удобно людям, надо построить входы и выходы из этого гиперфутуристичного туннеля в местах с большим скоплением людей и трафиком. Поставить туда футуристичные лесенки, которые будут доставлять людей до гиперфутуристичных гига-электрокаров, и проблема будет, блять, решена. Весь смысл проектов Маска, направленных на улучшение жизни общества, заключается в том, что они улучшают жизнь определенных слоев общества. Его проекты становятся средствами развлечения таких же богатых и недальновидных людей, как и сам Илон. Ведь очевидно, что не ты, обычный человек, будешь кататься на гиперфутуристичных электрокарах от Тесла по туннелям. Очевидно, что не ты войдешь в число людей, которых возьмет с собой на Марс Илон Маск, когда на Земле из-за его жадности станет невозможно жить. Пожалуй, Илон Маск это отражение нашего порочного и злого мира, в котором все решают деньги и влияния. Рассказывая свою историю успеха, он создает надежду, что даже обычный человек, как ты или как я, работая день и ночь, сможет добиться того, чего добился Илон Маск. Ребенок одного из самых богатых людей в Южной Африке, и пока в его истории верят, мир никогда не сможет измениться к лучшему. Спасибо за просмотр, теперь оставь меня одного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok